Этот молодой человек гражданин Украины. Меня зовут Сергей Соколовский, я из Запорожской области, города Васильевка. Он уверен, что разговаривает с офицером ФСБ России, а поэтому откровенно признается, точнее хвастается. Он собирает информацию о позициях вооруженных сил Украины и сливает ее российской армии. Работаю с Министерством обороны, помогаю парням на передке узнавать, где какие позиции, созваниваюсь со своими знакомыми, с другими. А еще, когда на Запорожскую землю пришли россияне, он помогал создавать тут оккупационный режим. Я как один из создателей местного самоуправления, еще в мою месяц мы создавали, я ушел оттуда, потому что у меня свой бизнес. Но в ФСБ этот любитель русского мира обратился, чтобы на этот русский мир пожаловаться. Буквально позавчера через город Васильевка ехал мой знакомый Анатолий Карпов. У него открыта фирма «Энерго Аверс» в городе Мелитополе. И вот этот его знакомый нарвался на новую власть, которая приехала вместе с российской армией. Позавчера он проехал в кольцо наше Васильевское тарелку и наткнулся на так званый ГСБ. Некий из них под псевдонимом Тимофеевич. Они посмотрели все его документы и машину изъяли. Якобы в сторону Запорожья транспорт на юрлицо не проезжали. Владелец машины пытается спорить с вооруженными людьми, которые стоят на развязке. Они представляют некую загадочную организацию ГСБ. Он говорит, а причина какая? Вот паспорт на машину, вот фирма перерегистрирована. Те документы есть. Перерегистрирована, значит, уже получены новые документы в оккупационных органах власти. Но это не спасает. Наш герой пошел к дорожным Робин Гудам разбираться. Я подошел, как нормальный человек, поздоровался. Думаю, руку подам. И я просто ужаснулся от их ответа. Они мне, чефир не в радость, там, короче, трусы поправьте, ность под это. Я говорю, ну я вам добрый день, говорю, вообще-то сказал. Я с этой, в чем-то с этой вы мне отвечаете. Стражи порядка по-российски очень напоминали обыкновенных гопников. В общем, нагрубили мне. Я попытался объяснить, ну спросить, что происходит, почему забрали машину. И в этот момент просто вижу, что там просто колонна машин таких остановлена. То есть не только моего знакомого, где Сашу тормознули. Ну как это так? Обижают местных коллаборантов, всем сердцем поддерживающих русский мир. Просто они ответственные люди, поддерживающие Россию, чтобы здесь поставить потом на учет, они получили доверенность. Просто грабят, отбирая машины. Машины изъято было на позавчера 20 штук. Они их на перепродаж. Просто набраться. За моей информацией, именно ГСБ, главное, Государственный Совет Безопасности, как мне объяснили. Я без понятия, чем они занимаются. Это мне парни с Министерства обороны сказали, что это. И на них права нету вообще никакой. На этом ярком эпизоде рассказ Сергея Соколовского не заканчивается. Он рассказывает дальше про стиль работы новой российской власти. Недавно был общался с одним интернет-провайдером. Он как частник, он телекома был частник, сам личный собственник. Ему просто сказали, что ты уже никто, это городские сети. Он, конечно, ходит расстроенный. Людям же надо интернет как-то провести, чтобы они пользовались. Но я, говорит, уже как исполнитель, говорит, все. То есть то, что я вкладывал 15 лет своей жизни, вот эти все сети проводил, провода всякие, понимаете, сервера ставил, уже оно не мое. Но я так предполагаю, это чисто главой администрации стало и все. Дальше речь о новом владельце этой компании интернет-провайдера. Он по совместительству, а точнее она, глава новой оккупационной администрации Васильевки. Старого мэра, ну, он сбежал просто из города, а ее просто поставили как главу. У нее помимо заправки теперь получается, ну, у нее было СТО свое, получается, частный бизнес у нее, у нее еще заправка, и как я понимаю, интернет теперь провайдер ее. Вот. И еще и помимо этого, как я у людей узнал, еще и аптека получается, потому что аптеки сказали то же самое. Хочешь работать, будешь работать на нас. Новым главой так называемой администрации стала Наталья Романиченко, украинская актриса, перешедшая на сторону оккупантов. Уважаемые жители города Васильевка, в связи со сложной гуманитарной обстановкой, а также самоустранением действующей власти от своих прямых обязанностей и нежеланием сотрудничать с военно-гражданской администрацией города Васильевка, я, Романиченко Наталья Александровна, беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации. Теперь, став местным гауляйтером, Наталья Романиченко заодно приобрела, а точнее украла аптеку и компанию интернет-провайдера. Рассказывая о преступлениях россиян и работающих на них коллаборантов, наш собеседник улыбается. Он восхищен тем, как русский мир преображает Васильевку. Он с восторгом сообщает, здесь вовсю действуют российские законы. Да, гражданин Российской Федерации выдается все как положено, поняли, то есть уже свидетельство про рождение, но выдает Мелитополь. Васильевка получается как дочерний. А что, у него, владельцы пиццерии, дела идут неплохо, а все остальное неважно. Есть прекрасные парни с Министерства обороны, проезжают, то есть, понимаете, мы общаемся с ними, то есть у нас еду покупают, то есть пиццерия у нас открыта. Настучав на местную власть, Сергей Соколовский с гордостью сообщает, он тоже борется за русский мир. У него есть свой телеграм-канал. Так как занимаюсь, у меня есть свой телеграм-канал Васильевка Анвай. Мы зашли на этот канал. Он забит российской пропагандой. Хочу поздравить всех жителей ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонской областей с началом голосования на референдумы. Сказочными картинками о прекрасном будущем в составе России. Восторгаясь России, этот городской дурачок не замечает, что она превратила его родной город в бандитский притон, где у людей нет никаких прав, где любой может у тебя отнять все, что захочет, включая и его пиццерию, которая в любой момент может приглянуться какому-нибудь заезжему ФСБшнику или коллаборанту при власти. А мы обращаем на этого любителя русского мира внимание СБУ. Надеемся, он ответит за все. Особенно за наводку расшистов на позиции вооруженных сил Украины. Ну если что, я вам тоже еще, будет что-то интересное, я обязательно вам буду сообщать. Субтитры подогнал «Симон»!